всем привет так я что-то в прошлый раз нашел а я рога подождите я рога вообще не находил что ли оу окей ну они мне в прошлый раз попались это настолько банальный предмет что я даже о нем ничего не рассказал они тупо тебе увеличивают хилл и реген в два раза тут нечему говорить это и предмет имба и и в общем то и все тут о нем ничего не не надо было рассказывать то есть один из самых эффективных и крутых предметов в игре без каких-либо изъянов тупо удвоение хила и регена если смотреть на другой предмет который примерно то же самое делаю на где он это лунарный предмет до смертоцвет или как там он тогда называется по-русски курс bloom он увеличивает на сто процентов именно что хилл это важно он на реген никак не раз не не действует а вот именно что рога обмоложающая стойка они действуют вот здесь написано хилл на на самом деле они на риген тоже работают они работают и на риген в том числе так что да это очень важное отличие так ну чё мульти с его дополнительными скиллами сразу скажу коротко скраб лаунчер имеет большую дальность немножко немножко аое пила имеет минимальную дальность это мили оружием и неплохой урон и поэтому с пилой нужно брать что-то дальнее но при этом если брать с пилой рельсу то рельса будет немножко долгой поэтому я сразу же и собственно беру одно и второе так в первый слот я возьму пилу потому что она более такая основная будет то есть пила у нас милишная у нее прок коэффициент 1 она очень часто наносит урона но при этом мульти такой персонаж который ну не работает как мили вообще в принципе любой персонаж рисков рейне не работает как мили персонаж будем честны что мили в этой игре сосет и скраб лаунчер он стреляет он по типу лкм артифайтера стреляет четырьмя но когда он заряжается он заряжает сразу же 4 но при этом заряжается довольно долго мне бы хотелось испытать его с чистотой я его еще не провал с чистотой то есть сколько у него там ага 2 секунды действительно он будет под чистотой заряжаться прямо мгновенно так что надо будет попробовать если не считать чистоту то скраб лаунчер он прикольный ауе дамаг но на этом его преимущества заканчаются он очень даже не эффективный у него не такой уж большой урон его прожекта его довольно медленно летят раньше это вообще были гранаты сейчас это ракеты которые не снижают свою дальность смысле не снижают высоту полета в общем против всякой мелочи он пойдет пила же в свою очередь ну она говно да она может наносить какой-то урон но она говно вот она просто говно вот и все но чтобы ее использовать как я уже рассказывал нужно что-то дальнее в ее комплект потому что ну ты не можешь банально виспов убивать если у тебя пила так что нужно что-то более-менее дальнее если это будет nail gun в принципе ее можно с nail gun им использовать но если у тебя nail gun есть то зачем тебе пила если у тебя ребар то есть рельсы как ее называю то рельса будет достаточно долго атаковать можно будет потом попробовать рельсу и пилом но я уже сразу вижу что это плохая идея по той причине что рано или поздно тебе нужно будет убивать не виспа а какого-нибудь там летающего врага которого пилой не убьешь и одной только рельсой его убивать ну совсем не очень совсем не очень так что получается что с пилой перец и не подходит его хорошего наносит она хорошо паркает предметы проблема в том что сам персонаж никак к миле не расположен у него нет неудивимостей каких-то доджей много каких-то маневров во время использования пивы можно спринтовать то есть его включил и вот спринтуешь как бы бегаешь пока она активна во время шифта она не активна хотя визуально кажется что она все еще действует ну и так же пока она наносит урон можно немножко как-то под крутящий моментом что ли как-то можно назвать в общем немножко взмывать в воздух скраф лаунчер дословно переводится как хламопушка и он тоже термище то есть в итоге имеем что оба альтернативных оружия у мульти просто намного хуже чем его классический сетап вот так вот несправедливо но опять же нужно испытать хламопушку с чистотой наверняка она будет очень крутой босса хорошо мульта с пивой пилит тут стоит сразу же понять что пила только начальное оружие то есть даже персонажи которые заточены на мили такие как мерс или акрид там или лодер например на они перестают свои мили атаки использовать после определенного этапа игры абсолютно перестают мерс разве что потому что у него выбора просто нету тут мы имеем персонажа который ну по типу акрида до который ну не рассчитан вообще на мили атаки и только в самом раннем этапе игры можно использовать эту самую пилу опять же с этим с этими пушками можно играть да что скраф лаунчер в принципе окей пила в начале окей но если их сравнивать именно со стандартным сетапом вот что я пытаюсь сейчас сказать если их сравнивать со стандартным сетапом эти пушки намного намного хуже я как-нибудь потом попробую еще с наилганом но если с наилганом использовать скраб лаунчер то это вообще никуда не годится то есть сквоздометом сто процентов нужно использовать не скраб лаунчер почему потому что собственно если ты используешь рельсу это стандартный сетап он отличен он великолепен если гранатомет использовать то это уже фигня полная получится он намного хуже чем рельса и рельсу можно очень легко переключать насчет и блин я пытался сейчас рельсы выстрелить насчет этого комплекта можно сразу же сказать что он не не подходит друг другу что же касается рельсы плюс наилгана тут лично у меня есть проблема в том что когда ты наилганом пользуешься тебе хочется чего-нибудь в кого-нибудь очень метко воткнуть чего-нибудь на рельсу я имею ввиду но с пилой у себя нет такой возможности пилами лишнее мы скраб лаунчер вместе с рельсы я думаю не нужно объяснять почему это несочетаемая комбо они оба медленная оба надо перезаряжать и ты останешься с одной рельсы в итоге а толку никакого да я совсем забыл что можно две рельсы взять с ума сойти да вообще забыл про эту штуку метеор не показывается да это проблема интерфейса пока ты обе активки не возьмешь почему-то второй есть вот не отображается ну вот такая вот пила да пока ты можешь вот так вот просто стоять на месте и смотреть как босс умирает как его полоска уменьшается все нормально потом ну чуть-чуть можно это самое за счет оглушающих гранат и попользоваться за счет семечек которые будут тебя отхиливать постоянно можно как-нибудь более-менее воспользоваться хп мульти но это все равно будет отстойно от этого все будет мало толку в итоге имеем чё классический стоп самые лучшие две рельсы которые очень быстро истощается дальше вот этот сетап до двух альтернативных пушек можно вот это забрать как нибудь спасибо и можно еще nail gun используют с пилой например да и уже объяснил почему nail gun лучше использовать не использовать с хлама пушкой но его можно использовать с пилой но опять же у тебя пропадет дальняя атака что в некоторых ситуациях очень даже критично потому что мульти неподвижный персонаж он очень мало маневра имеет я не успею до до приона 10 секунд осталось должен успеть 4 секунды осталось так пила я думаю на чем мне лучше взять метеорит наверное на пиле особо много эффективности от метеорита все-таки не стоит ждать но вот им по он убил наверное наверное он даже не может им по убить банально да уж метеорит тот еще хлам кстати была идея что хламопушка должна усиливаться от того сколько у тебя хлама и какие-то дополнительные эффекты от наличия хлама разного тира это было бы вообще замечательно то есть робот превратился бы в робота из ганджина то что у него там от мусора баф был это было бы вообще замечательно только сейчас заметил мне два репульсера робот помойник удар меня неважно какой дебаф да он меня дамажит также всех союзников он дамажит там кровоток название пушка оправдывает альтернативные скилы по идее должны быть мощнее стандартных но с мульти почему-то ситуация прямо противоположная забавно я защищаюсь и пульсерами от собственных метеоритов а для чего нужны короткие забеги в игре давайте вспомним почему в этой игре можно делать короткие забеги для чего для метрикса конечно же а что для метрикса будет худшим оружием пила пила худшее оружие для мульти в общем это чисто мемное оружие как я как я уже говорил что в отличие от скраб лаунчера который ну типа окей но его правда что с чистотой да на расчет чистоты можно использовать то у пилы хотя бы есть какое-то мемное применение что ради челленджа можно ее использовать а впрочем больше и ничего больше никакого применения у пилы нету я сейчас у меня этот забег успешный из-за того что у меня есть проволока и два репульсера то есть меня им задел я всех убиваю меня червь поджог я всех убиваю давайте чистоту найдем мне очень хочется попробовать с ней на 4 фазе за милишника за мульти милишника на самом деле да может быть может быть четвертая фаза с пилой хорошо будет работать я останусь метеоритами мне не нужно это чучу потому что у меня пила имеет смысл четвертая фаза действительно может быть с с пилой хорошо работать может быть даже стоит попробовать правда от его шерпнели ты не увернешься потому что она будет у тебя в упор просто лететь вот как я сейчас могу использовать пилу никак можно использовать пока я во время пилы нет нельзя хотя она используется по идее левой и правой рукой то есть по логике вещей он должен использовать их одновременно это мне еще повезло кстати что никаких летающих врагов не было а против них у меня вообще ничего нету хлама пушка против летающих врагов никак не работает примерно так же работает как и гранаты команды ну чё побежали сквозь врагов не вау смотрите какой милишник это ужасно толку от этого ауе эффекта а вот толки есть такие они так собрались в кучку ну вот этих вот элитных колоколов я я не знаю чем я буду убивать чуть не умер сейчас скорости нет проволоку пропать нечем скорость появилась сейчас открываем сейчас я показываю скиллы кстати стоит заметить что метеориты не падают они по факту взрываются просто взрывают землю то есть летающих врагов они задамажит но только если те будут близко к поверхности не попал на не попал пилой летающих врагов не задеть абсолютно никак аскар плаунчер наносит мизерный урон он хорош только против самой мелочи если иметь пару оглушающих гранат то можно в принципе пилой очень хорошо справляться с лемурами то есть ты их оглушаешь чаще чем они выходят из стана но типа с таким же успехом можно и гвоздометом стрелять его может куб взять по-моему здесь не было нигде куба все что я видел это миниган возьму гильотину как вообще открыть от пкм рекса дамаж себя проходишь босса при этом не хилишься больше чем половина хп там нужно на половине хп начать телепорт и закончить точнее меньше чем половина мне стало интересно вот этот сетап он хуже чем классические команды или нет тут три лунар пода почти в упор телепорт прям на самом верху окей два приона пощупали сейчас будет два метеорита три метеорита не хотите 3 метеорита и пила что может пойти не так так огненный лемура хорошая штука потому что они поджигают очень эффективно я еще стою так что метеориты все будут в этом месте мне немножко страшно никогда не видел столько метеоритов в одном месте ну че по моему это было эффективно только вот эти вот двое все еще живы ну кстати у меня сейчас перо есть и поэтому можно к ним как бы подбираться и пилой пилить ну ка это как с артифайсером и ее этим самым огнеметом таким вот образом да его немножко позволяет застревать в мобах можно сказать что я заставил пилу работать я не уверен как каталист прямо прямо под два этих самых скорее всего у меня не будет денег на легендарный сундук истинная концовка ну там там другая тема была окей и разве можно сравнивать с этапом разных персов я имел ввиду что классические команда абсолютно не очень понятное дело что нельзя сравнивать пила работает ровно до первого летающего босса да примерно так и есть я все еще с тоником ни одного забега не делал сложно его реализовать потому что нужно три этих самых три батарейки одну ракушку минимум тоник топ да это пожалуй самая легкая легкодостижимая как можно сделать симбу за минимальное количество предметов то есть если не важно откуда их брать то это буквально четыре предмета и и все ты ты уже мега имбой стал хотя на самом деле есть более хорошие вещи наверное за пять предметов можно куда более хорошие хорошее состояние придумать просто тоник он дает все всего и много и и ригана и скорости и дамаги и хп давай иди сюда мне нужна скорость нулевая точнее просто скорость я имею ввиду ноги нужны это еще начало и мои метеориты меня вообще почти не дамажит кстати так как пилой можно пользоваться во время спринта то она отлично будет синергировать с баклером который добавляет защиту во время спринта это сейчас эти джи в меня летела вы видели в меня сейчас летела моя же эти джи я сначала не понял чё а ведь а ведь метеориты умеют прокать предметы они по факту твои предметы против тебя поркать ты об них буквально себя убиваешь это чё получается пила синергирует с пилами с пилами говорю с баклерами то есть вот я использую спринтую и у меня защита включается они отлично синергируют с оглушающими гранатами оу я пытался спринтовать если чем откуда у меня дело я не знаю думаю это было не очень прикольно набрасываться таким образом на элитного лемура не знаю чего я ждал в общем пила пила хороша только на бумаге если начинается дело получается полная фигня метрикс я с таким сетапом просто не убью даже в теории так что я пойду на лоб оу смотрите что тут у нас босс босс которого я физически не могу одолеть ну ладно у меня есть прыжок в принципе я могу сделать вот так а у меня все еще проволока есть и кстати это снова вершина локации и поэтому все метеориты будут неминуемо сюда приземляться у них разброс маленький надо по минимуму прыгать потому что таким образом враги тоже будут спускаться и проволоку я пробую так же от своих метеоритов это вин вин ситуация это такой бред прицепился просто посмотрите благодаря скоростейности надо хоть немножко их поддамаживать наверное ага перестал крутиться вокруг и сразу что-то пошло не так ну слушайте метеорит это работают так я сейчас умру ауч есть риген вообще у меня риген есть у меня риген есть ауч а у меня две норвы окей это то почему у меня в принципе хп было застакать блит и умереть от блита на метеоритах да уж сейчас они меня не все нормально не потревожили да в смысле они меня в полете задолбили так камон это такой бред это такой бред ауч 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 я бы их убил метеоритами помоете метеориты вообще ничего не сделали и давай пилой покажи что ты умеешь пила да не особо что она умеет ура все еще лучше чем стандартная команда ну это из-за хороших предметов предметы в этом злоге реально были хорошие если бы не две норвы я бы сдох просто просто потому что метеориты работают пила нет да кстати я что-то не обратил сначала внимание то есть пила настолько плохая что даже метеориты работают лучше что пофиг я останусь с метеоритами а 50 ячеек и ракушку у меня там была пила здорового человека с было бы логично если бы они пофиксили софтлок с двумя метеоритами Чтобы их не спаунилось Слишком много одновременно А как же проки? Кстати А мне прокать банды нечем Кроме как Этого самого тарана Это наверное причина Все таки использовать Рельцу Я почему то Совсем забыл об этом упомянуть Что рельца еще и Не совмещается получается У меня здесь третий норал Рельца не совмещается С пилой И есть Очень веская причина Использовать ее Дистанционная активация Бандов Ахренеть у меня реген Этот забег удачный Только потому Что мне даже стрелять не нужно Весело да Здорово правда Если на мост Ты переходишь на следующий уровень То сложность удваивается Или Она не удваивается Она просто Ну Перескакивает Какое то количество На какой именно промежуток В смысле Насколько именно Я не могу сказать Просто перескакивает Просто перескакивает Умело разбивать Врагов Об стены В принципе Наверное Этот тоже так умеет Окей Вот это было неплохо Стоп Он не умер что ли Я его вбил А Это турелька Давай-ка с этим Так же поступим Да Тарант Хорошо так Отправляет их в полет А вот рельса Могла бы это сделать Самостоятельно Это было неприятно Там жук Вот Вот Игра хочет Моя смерть Минус один О боже Они здесь А я сюда не провожу Майки Персонажи сюда пролезут А вот мульти Не умеет Твою мать Еще и жук Этот пришел Я же использовал Оба метеорита Одновременно Почему У одного Кулдаун Уменьшился Сейчас А у второго Нет Батарейка У меня нету Каталист Что-ли Как-то Странно Работает Каким образом Откатился Один Метеорит Но не откатился Второй Я не понимаю Что происходит А это голем Меня убил Я думал У меня Фаербол Попал В общем Да Рано или поздно Даже билд На метеоритах И нурлах Перестает работать Каталист На активную Активку Только работает Понятное дело А я почему-то Думал Что он Работает На обе Это важная Информация На самом деле В общем Вердикт Оба этих Скилла Не очень Ну ладно С условностью Что Скрап Лаунчер Под чистотой Может работать Но он все равно Будет говном И Пила может Собственно Что-нибудь там Прокать И Она просто Веселая У нее Мемный потенциал Есть Но она все равно Говно В итоге Либо так Либо так Вот Только два Сетапа Есть нормальных На этом Персонаже В общем Все Всем спасибо Увидимся